приветствую с вами я веган христолюб у нас с вами сегодня такое вот очередное видео стоит посмотреть фильмы кино которые заставляют задуматься о чем-то глубоком оком сегодня глубоком сегодня у нас это четвертое видео из серии видеороликов которые я написал рассказал о тех о том списке кино которые я рекомендую к просмотру все это есть на моем авторском христианском сайте христолюб.ру или христолюб.рф здесь есть плейлист вы сможете все эти видео какие хотите все вот эти ролики посмотреть мои с моими так скажем мини обзорами я делю эти свои рекомендации на три раздела первое кино о вере о боге христианстве ну связано хоть как-то с этим до 2 это просто фильмы о добре любви о чем-то там такому заставляющим задуматься исторический биографический фильм ну что то такое все равно связано с тем что это что-то пошевелит у вас в голове по 7 может быть немного а может и много сердца ну и третье это мультфильмы сегодня у нас с вами будет новые фильмы по второму разделу и в частности это фильме посвященные второй мировой войне я их поэтому не стал играть пока по крайней мере не стал отделять как-то в отдельный раздел может быть когда-нибудь попозже это сделают фильм о второй мировой войне очень много конечно я имею дом не прямо а второй мировой а событиях с этим связано обязательно вторая мировая война уж тем более я не говорю о фильмах ура наши победили я не об этом имею ввиду я имею до событиях связано с вторым мировым и зачастую когда это рассматривается какая-то очень узкая тема просто вот связанности со второй мировой войны не только с великой отечественной россии вообще со второй мировой войной частности обычно они все естественно связано с нацистской германии узнает меня сейчас неправильно обвиняют уголовной статьи о реабилитации нацизма неправильно судят есть есть как у нее нацист никакой нацизм не реабилитируют уж знаю побольше своих обвинителей и судей и прокуроров о том что было в те времена потому что это глубоко проникал я очень очень хорошо считаю что разбираюсь в истории пусть в той который написано никто не знает что там был на самом деле но то благодаря тому что просто много изучал погружался по крайней мере считаю себя не невежда уж точно вопросе и уж тем более я никакой нацизм никогда не реабилитировал вот я как раз очень люблю события того времени их изучать смотреть и делать оттуда выводы как не надо делать да и если там же есть что-то хорошее 5 какой-то пример какого-то героя который действительно пошел против системы там из палки в руках наоборот брать как пример как надо поступать здесь сейчас все будет в перемешку в том плане этой просто исторические такие документалки которые очень полезно смотреть и вот игры есть и художки есть опять на основе документальных событий в общем все есть перемешку как видите я прошлый раз озвучил но совсем немного если видите мне такая пометочка дефис это и фильм который я еще не говорил просто рассказал вам только раз повторюсь пусть такой будет полный обзор это вторая мировая война веке hd я очень рекомендую этот плейлист можно найти целый на ю тубе эту серию фильмов эта серия фильмов bbc она очень классная просто ну просто шик не любите читать тем более книжки посмотреть этот плейлист хотя бы понять что такое вторая мировая с чего она началась понятно там долго вся предыстория но я очень настоятельно рекомендую что тому кто хочет узнать об этих событиях не через понятно что все грубо говоря как-то ангажированы в чем-то заинтересованы подает однобоко я не говорю чтобы вы останавливались только на этом источнике это один из источников с которого можно начать по крайней мере в том же самом видео формате вот этот фильм bbc это целая серия фильмов классно снятых вот я очень рекомендую найти на ю тубах на просторах youtube и посмотреть и тут еще да в общем то и все я помню сказал когда только об этом потом потихоньку стал добавлять я даже здесь вот год не указал но по моему я уж не помню важно я во вторым поставил я перед ним добавил я сам только недавно достаточно но относительно давно год назад может полтора посмотрел фильм великий диктатор чарли чаплина 1940 года вы знаете тоже достойная просмотра и но вот а чарли чаплина двум все слышали этот великий диктатор это вот посвящено все когда как раз таро мировой ток началась чаплин уже был в америке снимался вот и это по моему это чуть ли не первый вот он-то нас известен был по немым кино да не мой кино где никто не говорит это по моему было вообще первое кино которым он заговорил и это кино где он как бы именно говорит и не мой вот я настоятельно рекомендую тоже посмотреть и пожалеете вещь классная я настоятельно рекомендую особенно вот из серии вот этих фильмов которые я сегодня буду говорить я вам настоятельно рекомендую буду еще несколько раз это повторять слово а не только сами фильмы посмотреть а что-нибудь про них поковырять где-нибудь загуглить в яндексе набрать что-то и просто почитать что о чем фильм кто играет почему потому что сегодняшний список и ролика вот стоит посмотреть фильмы кино которые я буду рекомендовать не вот достойно того чтобы узнать их нею предысторию вникнуть там что за актеры кого они так скажем реальной жизни играют о чем вообще речь какие предпосылки здесь это очень важно то снял когда снимал почему снимал какая предпосылка в ту вплоть до второй год который уже сказал вторая мировая война в цвете то снял почему снял зачем снял какая страна какие режиссеры какие актеры про говорят что они исповедуют это все всегда дает очень важную информацию и в положительную отрицательную сторону вы уже сами будете делать там для себя правильные выводы главное шевелиться главное что-то делать главное думать и размышлять в жизни вы будете всегда принимать правильное решение поэтому я настоятельно такие вещи рекомендую делать дальше это фильм список шиндера и 993 года это просто шедевр давайте я вам буду может в яндексе показывать вот про чарли чаплина я в принципе сделал рассказывать я даже вам не буду зачитывать там не суть важно вы все поймете когда его посмотрите вот поэтому даже ничего посчитать и будут давайте список шиндера ну что у вас какие-то картиночки были эти особо никаких нету давайте кратко прочитаю фильм рассказывает реальную историю загадочного оскара шиндлера члена нацистской партии преуспевшего фабриканта спасшего во время второй мировой войны почти 1200 евреев это вот как юра на основе абсолютно реальных событиях этот то есть я вам рекомендую углубиться во все вот эти вот вещи прежде чем смотреть или после может быть и потом еще не раз пересмотреть фильмы достойные вторичного третичного десятиречного пересмотра все эти я даже серию вот эту вот второй мировой войне вождею bbc по моему пересматривал раза три или четыре она достаточно большая я не помню сейчас вопрос обманулась только там видео они по 40 минут по моему или по 45 или по часу 20 что-то я уже видите или по часу и достаточно много по моему там около 20 количество времени я их смотрел но раза три четыре здесь по списку шиндлера это реально был такой немец был членом нацистской партии героев германии вот был преуспевшим фабрикантом у него работали ну когда и евреев начались этом погромы гонения он таким образом спас там действительно спасал евреев хотя казалось бы нацистской партии стоит действительно через все эти работы и просто человеческое отношение к ним и и помогал и прям реально от смерти спасал да через саму работу естественно от голода и прочих вещей но именно там кого эти списки все покрывал там так далее я знаю точно что его имя вот у евреев есть типа есть и по киношной талия славы у них же тоже есть какая там улица или что-то такое ну кто загуглит узнает я не голова не дом совет ведь я все идеально не помню конечно надо даю вам просто такие наметки вы там сами найти и вот и даже его имя вот есть там у них есть или алель чего-то где они увековечивают имена людей которые так скажем в массе помогали евреям какую-то ну какую-то службу сослужили в такой вот ну в такую крупномасштабным что-то каких-то звезд современности в общем за всю историю вот так вот и вот имя там вот шиндлер и там есть его имя это очень важно так что фильм фильм классный снят шикарно несмотря на год и но если у вас есть сердце я думаю что без слез и пройдет этот причем и середина и более финал на мере я там рыдаю все время вот такой вот им я здесь а бункер 2004 год естественно рекомендую просмотру давайте зачитаю вам сначала немножко о нем из аннотации апрель 1945 года советские войска сжимают кольцо вокруг столицы третьего рейха берлина перед лицом неминуемого поражения нацистская верхушка ищет спасение в секретном бункере не желая покидать обезумевшего фюрера отвергнув предложение о побеге гитлер утверждает что победа близко он приказывает сравнять германию с землей и обсуждает детали своего самоубийства последнее убежище палачей пронизана агонией и страхом и лишь к те кто выйдут живым из этого бетонного ада смогут поведать историю о последних минутах жизни и мрачном падении диктатора и его режима фильм шикарный так называется бункер это последние последние часы можно сказать но может быть непонятно это фильме сжато до нескольких часов не часов верни да одни я неправильно оговорился то есть в эти несколько часов я хотел сказать сжаты вот последние несколько дней точно непонятно муж я уж плохо помню тоже где-то на последние какие-то вот дни жизни гитлера и всех кто в этом бункере находился фильм классный тяжелый такой темный как я вам говорил уже не раз моя слабость да это документальное кино это раз это кино как я всегда могу рассказывать люблю когда показывается по сути ну там есть сменяешься конечно кадры но в основном конечно же кино это все она в бункере происходит то есть вот по сути театр да я вам говорю что фильм на которого иду идут как будто как театр вот такого вот формата мне очень нравится мне знаете один момент еще хочу сказать вот когда ты в этом все проникаешь тоже я помню еще удивлялся там показан такой почему-то мне запал в память когда там появляется у гитлера новая секретарша молоденькая девушка 18-20 лет и она вот вся боготворит там гитлер и все такое вы знаете выяснилось я уже где-то в других фильмах или в другом в другой документалке в какой-то просто узнал она потом она выжила она дожила до старости в германии и у нее брали интервью и оказывается вот это фильме даже казалось бы это не сильно не там она по фильму папа 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 по бункеру она конечно не какую-то там главную даже второстепенную роль играет но почему-то я тогда об этом задумался так было подано что да я естественно такими вещами думаю что тип неужели они не видели очевидных вещей дать сейчас у нас к там к путину кому-то устроиться работать это же позор и бесчестие отвратительные тошнотно да вот и думают как они вот вот они не видели всего что происходит давно сейчас удивляет как никто не видит как все зигуют там в россии вот режиму да вот так вот да то есть также там все было один в один вот и потом я когда с ней интервью посмотрела вы знаете она вот уже доживши до всего этого она не понимаете мы были просто слепыми слепыми мы не хотели ничего видеть не видели и плюс она рассказывает вот как и сейчас знаете там наши мальчики на украине ничего не делают плохого до русская армия там святая никого она там ничего плохого не делает там тоже самое все было немецком народ тоже саму лапшу на уши вешали что все наше хорошо мальчики наш мир в европе созидают да все у них хорошо губит нацистскую фашистскую капиталистическую и там ссср власть или еще что-то они любят народ русский повян вот только верхушку большевистскую пытаются свернуть и все прочие вещи да никто в германии не рассказывал не о лагерях концентрационных трудовых и так далее все конечно просачивалось понятно но это них это в самой германии здесь не рассказывали своему собственному народу и было тоже самое раз не интервью смотрел она говорит ну вот такие вот вот так вот мы интересуемся политикой дома у все там фюрера подали как святого нам и хочется верить что после 3 вот так вот вот поэтому фильм классные в том плане классные игры понимаете какие смыслах я говорю классные что вот то конечно печально понятно смотришь на все это безумие на у гитлера на все это безумие я мед классно снят все это подано классно что ты все это смысле смотришь и понимаешь осознаешь все вот это вот безумие там их не речи фильмы все эти снимались в основном видите на свидетельствах очевидцев вплоть до таких вот это самый секретарш там было каких-то протоколах и прочих вещах поэтому познакомиться стоит посмотреть на безумие у нас про сейчас свое такое безумие на глазах все творяется полезно знать историю тоже поэтому естественно рекомендуем просмотру чтобы посмотреть до какого безумия можно докатиться и как делать не на а то опять меня обвинят в проповеди вообще за этот ролик меня опять потянут за проповедь нацизма или реабилитацию нацизма я как раз показываю и фильмы рекомендую посмотреть и посмотреть как не надо делать и на остановиться не то что нацистам даже националистов и тут дрянь дерьмо все из головы по поводу патриотизма все вот это вот из головы все чепуху эту дрянь все головы свои выкинуть следующий фильм вообще супер просто огонь это последние дни софи шоль виду моей жизни ситуации теперь этот фильм уже пересмотрел на раз 20 мне он очень теперь близок он прям как будто про меня давайте я вам сочетаю его много раз репостил уже везде на каналах сетях да и будут периодически все время делать им рассказывает о судьбе мюнхенской студентки антифашистки которая была казнена по приговору нацистского суда действие картины происходит в феврале 1943 года представители студенческого движения сопротивления распространяют листовки в здании мюнхенского университета 18 февраля софи и ее брата ганса арестовывают с этого момента им остается жить 6 дней течение всего этого времени допросы софи и гестапо перест перерастают в напряженную психологическую дуэль фильм просто бомба хорошем смысле слова я очень рекомендую посмотреть мне он теперь очень стал особо близок я говорю вы знаете история этой софии ганса брата и и этих всех не студентов там небольшая группа была назывались они белые белые это белый лотос или я не помню белое что-то ну неважно да и вот как их арестовали они были против войны упали в германии как видим 43 год у нее самый жених был на фронте брат этот был на фронте как медбрат медицинский он там учился вот они стали выступать против войны он время не было интернета не было sms и постов социальных сетей они печатали уже была типография у них был в принципе танки можно было найти такие маленькие ручные уже такие небольшие вот они сами печатали листовки распространяли рассылали их sms коми только того времени это обычный конверт который был в то время очень тепло достать с небольшими листовками что-то можно писать да что и люди оба думать и что воюем в неправедной войне все чепуха гитлер гитлер негодяй да и все что мы вытворяем сейчас европе все это ужасно да эти весь этот расизм и так далее фильм я въехал по моему даже не сразу тоже почему опять рекомендую посмотреть есть и документалка я видел на ю тубе может быть надо бы и добавить прям здесь в ссылке есть на youtube просто документалка по вот это по этим по этим студентам молодцам да я ее может быть тогда когда вы будете уже моем сайте все это искать клика здесь нет прямой ссылки на фильм а вот на документалку на на ю тубе когда там просто ролик прям реально события реально фотографии просто рассказывает я его смотрел хорошие надо было мне сюда сразу добавить я это сделаю дательно вот и вот и они вот распространяют это у них получилось они там напечатали они помимо вот этих всех рассылок рис конверты писали на зданиях мелом там чё-то писали в общем старались светить как могли и последних так скажем так акция была они правда нет как бы не явно делали они конечно прятались не хотели быть пойманными и вот они в институт в собственные ну берлинский институт как типа наших мгута московского льва гу воронежского я вырос воронеже и вот они разбросали там разложили по всему институту у каждых аудитории там по всеми там по полу где только можно было еще потом сбросили когда звонок на перемену прозвучал и вот все стали читать листовки их схватили они сначала как бы но пытались отвернуться от этого выглядеть не мы чего к нам пристали а потом признались и горды естественно решим горды за это за то что делаем если еще раз такая возможность была бы мы бы сделать то же самое это говорит о правильности поступка человека потом их допрашивает следователь потом неправедный суд и их осуждают на смертную казнь я когда смотрю это прям то что сейчас со мной происходит да вот я тоже против войны осуждаю расистов расистскую армию всю эту путлера и все такое да и вот и знаете главное удивительно еще сам факт что очень похоже там такой следователь мне сейчас вам тяжело будет рассказать это все можно только переживать самому вот как вы как этот следак относится к софи там а братья почти ничего нет хотя в брат не после можно же больше софии когда вы гораздо мелко посмотреть там больше на брата рассказывается но фильме больше конечно показано вокруг софи все кружится его младшей сестры это очень молодые ребята студенты в таком возрасте и для себя решение принимали и вот конечно как отнесся к ней следователи вот знаете у меня похожая ситуация то есть он ее как бы пытался отчасти спасти и не то что это же спасти и который сейчас мое уголовное дело ведет тоже не то что то что по у меня топит наоборот с одной стороны но делает вид что ко мне хорошо относится вот там такая что-то ну а тут прям один в один вот посмотрите когда поймете как меня уже судили справа дед дело отправили на пересмотр практически один в один орет прессует на стороне обвинения никакой не суд просто вот они не суть это не судья палач но у нас все такие в основном естественно вот прям знаете я поэтому фильм конечно смотрю прямо сердце еще я помню не сразу ехал не сразу изучил игры потом я поковырял поглубже все это углубился в тему они были христианами очень важно вот чем такими искренними и горячими вот она все время смотрел на небо я тоже люблю это делать на свет какой прекрасный день она говорила в общем все очень близко допрос со следователем очень похож на мой допрос и на то что она говорит и на то что я говорю все то же самое то тоже любил говорить вот есть закон и вот я вас сличаю если вы там вот закон нарушаете вот мы вас как бы обвиняем она ему говорит да вы кучи законов дерьмовых понапридумали типа сличать надо человека не по закону а по совести поистине кто как все будет по какой истине как-то жить вот так вот нет вот есть она когда вот так вот уж есть бог она говорит и совесть в каждом и да нету бога вот у меня все один в один узнать поэтому мне конечно с фильм этот особенно в моей 100 стал очень дорог и он 2005 года первый раз я мог посмотреть вообще когда-то давно там да еще но я его точно стал пересматривать когда расисты войну развязали против украины но когда меня еще арестовали и потом вот сейчас пока на свободе под подпиской о невыезде да пока все эти дела идут следственно судебные уже я у конечно еще я уже на больше десяти раз а то и может раз 20 посмотрел за все это время за короче раз пару раз раз в недельку нами я его или в 2 я его смотрю и очень нравится мне очень нравится как он снят хорошо как они себя ведут и я обязательно добавлю сюда как у тебя документалку посмотрел я и найду она на youtube есть конечно на них много знают о них известны очень такой как от кейс хорошие классные ребята молодцы что посвятили их всех казнили казнили к 5 их приговорили к смертной казни мало того что там 100 дней должно быть им никаких 100 дней не дали к на следующий день казнили но в общем все когда беззакон идет она все идет вот так вот знаете комнатный бесконечно собирается вот так вот поэтому фильм классно я рекомендую он мотивирующим вдохновляющие для христиан для пацифистов для космополитов для тех кто светит проповедует живет по совести кто горячий кто светлые такие фильмы классно они мотивируют они крепляют и дают нам одежду будет хорошо она она верила иисуса в небесное царство то что кто живет правильно обязательно у нас лет в общем поэтому они спокойно у по крайней мере по фильму ну фильм снят на основании и и дневника на основании свидетели того времени на основании тех самых этих документов суть допросов судебных протоколов и прочие вещи и несмотря на то что художественно то есть играют актеры но и я думаю что он близок к истории но я смотрел документалку там я уже более-менее все прям дословно зачитывается что почитал я там тоже поэтому рекомендую вещь классная обязательно смотрите вдохновляйтесь такими примерами жизни так мальчик в полосатой пижаме 2008 вот он и вот давайте я вам прочитаем сначала аннотацию история происходящего во время второй мировой войны и показанная сквозь глаза невинного и ничего не подозревающего о происходящих событиях бруно восьмилетнего сына коменданта концентрационного лагеря его случайное знакомство и дружба с еврейским мальчиком по другую сторону ограды лагеря в конечном счете приводит к самым непредсказуемым и ошеломительным последствиям фильм классный снят он на вот тут написано на википедии исторический драматический фильм восьмого года режиссера сценариста марка хермана основан на наименном романе джона война я честно уже не помню в основании тоже положено ли какие-то хоть какие-то исторические события реальная история каких-то людей не буду вам сейчас тоже опять говорить чего точно уже не помню но фильм классный неважно было ли это на самом деле это могло быть все абсолютно уместно история классная как ведь сами нацистки и даже офицеры естественно они это я раскрывалась от немецкого народа и даже сам естественно нацистский офицер скрывал все от своей семьи жены и детей и так далее точно так же как сейчас вы вот подумайте просто ими вы думаете каждый там какой-нибудь полковник капитана майор генерал там расистской армии они что дома жена все рассказывать весь беспредел который там творят и на кого там всю эту грязь и под накотанную войны чего на кого бросают как собственных солдат там прессует да нет конечно а жена думает что ее муж святой военный защищает родину и все такое и было то же самое и в нацистской германии и фильм классные показывает вот именно вот такой вот вот такую вот ситуацию то есть офицер который из берлина отправили по моему вас венцам конкретно ну неважно в какой-то другой лагерь он и быть начальником этого лагеря естественно его же не в сам лагере отправлять с женой с детьми у него по фильму девочка подросток уже лет там 14 и мальчик лет 10 наверно девочка уже уже вся уже вся поражена этим нацизмом так скажем папиным да мать жена вроде бы адекватный ну как как мы всегда живем вот так все хорошо мы святые я ничего не вижу ничего не слышу никуда не вникая ничего не говорю да но по фильму события разворачиваются так естественно они не в самушку концлагере селится да и у них там вилла офицерская где-то там за леском они этого не видят не слышат ну да какая-то вон идет паленого мяса ну да какой-то дым все время видим надо даже крики ну да нас в доме на виллу приходят какие-то старики в полосатой рубашке и побитые вечно все в синяках и все как выглядит как скелеты ну потому что евреешь оттуда таскали из лагеря не там что-то огород копали за домом все 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 домашнюю работу делали и вот этот мальчик сын этого нацистского офицера гуляя по лесу убегал гулял по лесу дошел до этого концлагеря там сидел этот мальчик в полосатые рубашки естественно это еврейский мальчик они подружились стали общаться через решетку через эту проволоку которая потоком было вот так вот там раскрываются все эти тайны жена все узнала со временем все поняла и была в шоке от своего мужа от того что происходит уж она думала что ничего такого нету в германии потом она там я не помню уехала вот девочка которая уже такая же нацистской становилась потихоньку в таком возрасте потом ее вроде как немножко тоже отвернула за счет всего этого а вот мальчик в общем не буду вам говорить не скажу как он закончился мальчик этот сын нацистов угорел в той же самой камере где и убивали евреев как он туда попал посмотрите фильм поймете упал в ту же яму картуру копал отец другим вот такой вот фильм фильм очень классные в том плане опять вот это заставляет задуматься зашевелиться не думайте что это фильмы я вам сегодня мы хоть и фильмы касаются вроде как-то второй мировой нацистской германии какие они плохие все это применяется ко всем народам всех времен и народов это все абсолютно зеркально все это применяйте к современным расшествам украинцы применяйте к своим украинцам это одно и то же все абсолютно одинаково всех то есть поведут палку всеми теми вещами занимаются их их ждут ждут вот такие вот собственные капканы которые они роют другим так что такой фильм я очень рекомендую посмотреть вот таких вещах заставляет их задуматься цветы войны то то же самое может быть тоже самое время но единственно меня удивляют люди которые думают что вторая мировая особенно в россии что это вот война русских с немцами вы вдумайтесь в слову великой отечественной тоже она для русских там великой отечественной 41 по 45 но вторая мировая вообще это никто толком до сих пор на кто глубоко вот проникает знаешь до сих пор нету на самом деле никто не знает какую дату взять за начало и какую за конец уже была мировая война весь мир полыхал кто только с кем не воевал том числе восток весь полыхал в том числе южная америка полыхала вся европа полыхала африка ближний восток дальний восток в общем все полыхало да и где брать начало где конец этим воинам фильм цветы войны он на той же сам второй мировой но только другого другой стороны от той же самой российской федерации это китай и япония узнает а точно такая же мировая была война частью мировой войны япония ну как бы входила в такую ось зла и называли страны оси это это ось была из-за яла как бы с японии формально италии германии да но постойте они друг другом особ не контактировали каждый просто их как бы объединили вот формально но по сути они там никак друг ну понятно и то ли с германии контактировала с японии там особо них с двух сторон планету рвали а вот и здесь а и как это как раз вторая мировая только чуть-чуть другой стороне мира да не чуть-чуть китайская русская японская китайская война фильм интересный кому-то может христианам покажется непристойные вещи они может быть там действительно есть но и давайте я вам просто зачитаю 1937 год ты японо-китайская война американский гробовщик джон направляется в католическую церковь в нанкине чтобы подготовить священника к похоронам прибытии он оказывается в эпицентре военных действий единственные мужчины среди учениц монастыря и проституток из соседнего борделя джон решает выдать себя за священника и попытаться спасти обе группы от японской армии давайте еще раз зафиксируем что мы с вами прочитали о ком услышали у нас будет на исторической сцене на сцене этого фильма у нас будет некий американский гробовщик у нас идет японо-китайская война у нас есть католическая церковь у нас есть послушницы девушки молодые китаянки этого католического католической церкви но там же монастырь вот у нас есть взрослые китаянки жрицы любви бордели проститутки и вот такие вот события поэтому фильм уж кому-то показаться что-то там непристойное там есть плюс он тяжелый он убийствами с изнасилованиями так скажем давно все это художе на виде но художе на бывает она да и похуже документального неважно вот и есть там так скажем вещи кажется может непристойно но фильм очень глубокий очень хороший в том плане опять посмотреть и на ужасы войны и полезно посмотреть чтобы никогда не орать гойда и не зиговать сам россии российской федерации на украине в украине или еще где бы то ни было по всему лицу земли война это отвратительно это и блевотина лучше самому отдаться отдать свою жизнь и все отправиться на небеса ни к чему война хорошим не приходит интересный момент в этом фильме много как те же самые девчата этого монастыря послушницы до презирающие тех проституток потом их полюбили а эти проститутки отдали свои жизни за этих девиц потом концовки да и спасли их тем самым этих монашек можно сказать молодых девочек где девушек оттуда вывез гробовщик и как мы видим здесь и христианство намешано все все есть я очень рекомендую фильм чтобы не смущаться чтобы там вам не показалось туда действительно подходит фраза иисус христа я бы этот фильм окрестил эпитетом блудники и мытари блудницы и мытари идут впереди вас иисус говорил вот этим вот всем праведным и религиозничка вот фильм именно и это прям эпиграф к этому фильму этот фильм хорошие показывает того что внешняя жизнь человека не обязательно отражает его внутрь внутреннюю сущность и так далее более это разная судьба у людей одна из там самых симпатичных и таких горячих проституток была как раз сама когда-то была из этого монастыря послушницы я просто изнасиловали потом ее жизнь просто пошла не по ее воле она стала жрица любви то тоже чем важно очень и судим людей не узнав об их судьбе да они сама не добровольно может сказать стал ты тут к и сердце и было самое чистое из всех вот такие вот тела так что фильм классные ну в принципе я отчасти со счастливым концом и несчастливым потому что всех этих самих этих жрицы любви убили а и вице им монашки были спать хорошее достойный просмотра посмотреть воспоминания о будущем следующий вспоминания о будущем что такие картинки за ними ничего не вижу но давайте картинки глянем я даже сам не помню о чем картинка а фильм тоже хорошие да ну понятно я добавил но по картинкам можно узнать британия начало второй мировой или показывает вот ту сторону как они там ребята молодые все тоже уходили и никто оттуда не возвращался и война закончилась а кто-то орал гойда надо продолжать задушить еще что-то все отомстить а вот а героиня которая осталась поняла что все это чепуха ничего эти войны и хорошего и там только пригибают сходят с ума это одна кровь страдание смерть все ее друзья трое друзей было у главной актрисы и они погибли один один ее брат которого она очень любила с которым не были хорошие отношения он и очень любил двое других оба были претенденты на жениха с одним даже вроде как и они даже расписались пол в концовке в один из его отпусков но в концовке все это это ничему этому не случилось бы да она сама поехала на фронт вплоть там до германии до италии до франции сначала начинала с англии помогла стала этой медсестрой бросил учебу все это пройдя вот эту всю войну тоже москве просмотрев ну сама на никого не убивал то есть военной сфере было вот это иметь строй как там во всех тех красных крестах увидев всю весь этот ужас и весь этот ад особенно когда очень важный момент когда уже где она была прям рядом с фронтом там естественно стали привозить и немецких солдатов и там она поняла что они все точно такие же там точно такую же лапшу вешают что они обычные ребята вот сами не понимать что просто настраавливают всех вот там шизики как раз там сидят расисты нацисты чем по обе стороны всегда от войны вы поймите в войне верхушка с обеих сторон всегда расистская всегда носить нацистская всегда человеконенавистническая всегда бога хульная всегда антихристово там они всегда такие поэтому не вздумайте никогда не идти на ни на какую войну это все блевотина все это отвратительно вы убиваете невинных людей даже которые в погонах они убивают вас все разжигание ненависти ничего это все нужно всегда 10 людям по полу по обе стороны все основной массе это вообще не нужно она это поняла когда лечила и поднимала этих же самых немецких солдат том что их тоже туда свозили очень важно такие фильмы очень хорошие я рекомендую воспоминания о будущем 2014 год а ну давайте прочитаем еще принципе он сказал но тут коротко британская женщина вспоминает о том как она жила во времена 1 1 мировая простите я вам про вторую да это не имеет никакого значения кто знает что 2 это по сути есть продолжение 1 уж она именно из нее и и вырастает кто интересовался все это поймет посмотрите умные документалки узнаете что все это взаимосвязано как мы видим сейчас вся третья мировая которая начинается или уже началась фашистской агрессии против украины я не сомневаюсь что дата как раз в истории ляжет как начало третьей мировой войны что она растет откуда нацистов не до души или во вторую мировую и пошло пай как мы видим все войны как цепочка как звенья одной цепи и неразрывно связаны друг другом так что я простите это я оговорился по поводу второй мировой я вам грунт и жены не все уж помню покажет фильме поэтому не суть важно 1 мировая ее юность мечты и первую любовь все это разрушила война я думаю все это рассказал как видите это аннотации соответствует кроме ошибся а первой мировой описано несмотря на это все равно произошла 2 до дальше рекомендую это здесь даже у меня есть ссылка активная кликните если ссылка активно перейдете на ю тубе нюрнбергский процесс за что меня пытается тоже судить вот классная документалка на ю тубе не помню кем снято зайдете да давайте мы сейчас кликнем она она откроется это прям аудио архивы озвученные просто то есть это вообще чистой воды документалка такие я особо рекомендую естественно смотреть кто просто интересуется кому-то мне охота книжки все эти протоколы документы читать за нас уже все давно сделали все показали да давайте прямо отсюда канал какой-то мэш парадокс нюрнбергский процесс аудиодрама давайте прямо отсюда вам и прочитаю я сейчас звук выключу пусть она даже начнет они одними я вам включать не буду то еще какие-нибудь авторские права мне врубят 20 ноября 1945 год в нюрнберге начался беспрецедентный судебный процесс над военными преступниками победители во второй мировой во второй мировой организовали трибунал над нацистскими деятелями ближайшими людьми к фюреру идеологами генералами дипломатами пропагандистами и технократами без всех них гитлеровская машина была бы невозможна именно на этом суде был впервые введен термин геноцид частью нюрнбергский процесс зафиксирован от первого слова до последнего наша аудиодрама целиком состоит из них и она даст вам возможность попасть на этот суд и как следует почувствовать один из ключевых моментов 20 века ну тут вот есть целая стань кодами можно все посмотреть как начало в чем обвиняли нацистов реакция посудимых на бедное заключение как защита пыталась сорвать процесс в общем шикарная документалка вообще я вру меня судят за эту реабилитацию я прокурору и судья говорю я игру я думаю что я убежден что я побольше вас знаю обо всем этом да потому что очень глубоко это всегда интересовался проникал осуждать меня за то что я там что-то там не принимаю нюрнбергский трибунал или отрицаю преступление нацистов это полная чепуха все это все дерьмо которую вы написали вообще не обо мне вы не найдете ни одного доказательства в моих словах видео что я что-то подобное когда-либо говорил и делал вот но у людей мира сего отсутствует мозги и сердце да и грянью занимаются вопреки даже здравому смыслу вот так вот поэтому такую вот аудиодрама видео сейчас на ю тубе нюрнбергский процесс я очень настоятельно вам посмотреть и прослушать ссылка ну и сами вы уже видели наберете в поисковике либо вот на моем сайте просто кликните перейдете оттуда следующее это необыкновенный фашизм телеканала дождь и 2022 год то журналист я уж не помню как он принял у них хорошие тоже работает очень рекомендую классная тоже документалка уже они три серии выпустили может я что-то упустил внутри я всех посмотрел может быть уже выходил 4 не знаю дальше сколько он там будет пускать давайте чуть-чуть почитаем вот давайте тоже просто на youtube сейчас перейдем показывать я вам ничего не могу а то правда сейчас забанят ролик стало бы посыпется давайте мы прочтем что тут под роликом описание написано но это первая серия необыкновенный фашизм можно ли сравнивать современную россию гитлеровскую германию а кстати но мне тоже предъявляют что я якобы отождествляю руководством ссср и германия да я действительно отчасти ассоции отождествляю но в плане того что они людоеды я не говорю что они делали одинаковые преступления там или еще что-то нет там у каждого свои грехи нацисты сидели за свое а в нюрнберге а сталинисты должны были сидеть за свое своем где-нибудь там сталинграде москве или петербурге но так как нацистов судили победители к сожалению сталинистов никто не судил да вот так к сожалению я имею как крестьяне игры не то чтобы потом судили расстреляли а а вот осудить это было бы правильно весь этот стадионизм так что вот так вот телеканал дождь и над фильм тоже ведет именно вот это он вот это вот прям мы стянет и мне очень нравится мне с ними мысли одинаковые я все тоже точно так же думаю поэтому не было особо отрадно смотреть эту серию давайте просто хотя бы аннотацию по описание под этим видео по 1 серии прочитаем все месяцы пока идет война растет число жертв меняются облика разрушенных городов украины и линии фронта на ее карте если что остается неизменным эта риторика москвы они нацистах фашизме и необходимы якобы дэнфицификации украинцев каждый из этих терминов за прошедшее время превратился в лишенное смысла ругательством журналист дождя константин кольтен свайк вот как его зовут а взялся сравнить происходящее в россии сегодня ну там он верни да я тоже вас чуть заблуждение вел он смысле он конечно не ссср сравнивает может быть там тоже это проскакивает но я чуть-чуть уже подзабыл я его смотрел когда он 5 декабря 2022 первая серия вышла уже больше года прошло да потом они тоже периодом выходили да да он сравнивает не конечно с ссср там сталинизм с нацистской германии а современный расшизм он тоже так называет да вот как раз путиризм на шизм на расшизм сравнивается нацизмом и с гитлеризмом я вас чуть заблуждение не вел ну прочитали я поправился журналистов для сравнить происходящее в россии сегодня современность тем что когда-то творилось на родине этих понятий в европе 1930-х годов о многом от астренцы до до сталинграда по сей день известно любому школьнику но как возникали эти режимы что они собой представляли и уместно ли сопоставлять миллионы погибших тогда и нынешнюю трагедию ну в частности речь идет конечно о войне на украине которую расширить сейчас развязали ну давайте просто вот эти тайм-коды прочитаем тоже ну и превьюшка интро что такой фашизм откуда берутся фюреры 90 у россиян и 20 у немцев их путь к власти выборы-выборы до холокоста с чего начались концлагеря единая германия но единая россия стабильность как общественный договор ну и вот таких уже игру может быть что-то упустил вроде было три серии добавились ли еще было лишь еще если это больше и будет еще выпуски ну там следите я настоятельно рекомендую этот необыкновенный фашизм посмотреть там классные спикеры классные интервьюеры и интервьюеры и те кого интервью по уберут интервью и те кто берет ребята молодцы дождь хвалю в частности этого самого журналисты их него отличная серия людям мозги вправляет очень хорошо я то на документалках на тоже на этих фактах и там именно есть современные интервьюеры есть и с немецкой стороны которые вспоминают сейчас все видят которые дожили могут сейчас тоже проанализировать вруру и интервью русских наших кого то там политиков ну так у кого маткина на месте стоят хоть как то да короче очень рекомендую окончательно резюме такой да надеюсь будет эти серии посмотрю следующее вторая мировая война максимка 2022 год максим указ у меня совсем неоднозначно и отношения если не сказать хуже да максим такой же милитарист тебя его религия так скажем он хоть как себя позиционирует атеистом его все его религия как и у всех это би ближний наить врага своего ни к чему хорошему это не россию не приведет да он талантливый оратор он действительно не дурак очень человек одной стороны он конечно большого умница как всем кажется и отчасти он таким есть но все это опять до планки люби ближний наить врага вот желение это так вот его прям слушаешь конечно захлёб у него супер дар оратора вот но при этом жалению сущность этого меняется супер дарами обладать а толку ты вот так вот но он снимает фильм тоже у него выходит серия роликов она потихоньку выходит и он не знаю сколько туда в бухе вает времени и денег на все это но цикл получается классный конечно же самый милитарист а-ля деды воевали хоть он и против войны на украины да но при этом израиль должен палестинцев победить русские естественно тоже все армии все такое да эти люди не пацифисты это самое важное да я всегда об этом да как это же самый дождь да у тебя не там все это снимали это же не пацифисты вот но я вот эти все фильмы как видите рекомендую только потому что вы все мудрые умные люди книжники познавшие небесное царство христиане или просто светлые люди все должны понимать я рекомендую эти фильмы несмотря на то что там есть все равно и их личное мнение естественно они все это пропускают через себя то же самое кац аля деды воевали но у него хоть есть какие-то рамки понимания многих вещей важных и все-таки несмотря на это он говорит о косяках и советского союза совка красной армии прочие вещи да плюс он рассказ то второй мировой в общем там да тоже о начале всем этом и я для себя даже его в этих его фильмах ну там у него конечно команда целая работает я для себя тоже подчеркнул что-то именно поэтому рекомендую то что много рассказывает именно просто банально исторических фактов и поэтому я тоже что-то черпаю просто откидываешь все плевелы все его это гойда аля деды воевали все такое ну а информацию чисто историческую черпаешь сняты у него крутая крутой монтаж конечно поэтому ведь прилично платит или энтузиасты аж не спонсирует тоже конечно фильма на ура уровень фильмов конечно высокий 100 а не на съемки подготовленности монтажа а высшим уровнем вот так вот поэтому я рекомендую конечно же смотреть там уж сколько у него фильмов 6 наверное есть сколько будет где-то до 43 на добрался с 39 но еще 0 будет поэтому рекомендую смотреть фильмов конечно же про вообще вот я вам сказал про вторую мировую связано с этой как-то теме с какими-то узкими там моментами очень много хороших нужных правильных смотреть которые надо там есть про олимпиаду в германии вот это 39 года все тоже очень важно знаете кто этими вопросами интересуется поэтому конечно далеко не весь список если у вас есть фильмы вы знаете какие хотите чтобы о них я узнал посмотрел мы не хотите порекомендовать я естественно если они зацепит я им тоже поделюсь пожалуйста в ссылке в комментариях пишите я буду рад почитать их арит какие вы там ссылки дадите порекомендует может тоже не конкретно искать а просто дать название год что там за фильм ну или ссылку любую но ссылки может youtube там блокирует поэтому можете просто писать чтобы не было никаких ссылок я уж там сам найду я посмотрю ничего интересного обязательно добавлю как-нибудь в следующем видео тоже все это расскажу а мы с вами сегодня закончим на последнем фильме последний ссылка который я поделюсь это или называется ванзийская конференция тоже столько разговоров о холокосте все всем этом решении еврейского вопроса много ли знают об этом вообще что-то более подробно и более конкретно кроме вот таких вот разных там каких-то фраз и так далее шикарный вышел фильм 2022 год фильм снят художка снята абсолютно но на протоколах это ванзийская конференция это и слышали как раз вот о том как якобы где был как бы решен окончательное было произошло окончательнее окончательное решение еврейского вопроса посмотрев этот фильм и вообще если вы углубитесь в эту информацию узнаете что никакого окончательного решения как такового самом деле не получилось и посмотрите этот фильм даже сейчас без мягкой рекомендации я надеюсь вы поймете почему оказалось решить этот еврейский вопрос оказалось не так просто по разным банальным причинам очень интересная для себя я много про это знал узнал еще больше да вот рекомендую очень настоятельно потому что фильм снят прям вот на протоколах этого этой конференции вот там секретарь секретарь же не один фиксировал все и как говорят что мент немцы особой педантичности отличались все собиралась поэтому просто снято классно опять мои слабости это абсолютно это художественная но абсолютно вообще документалка ее играют актеры это биографичные фильмы это фильмы одного плана все происходит ну и редкие там кадры меняются но все в основном в одном двух залах там до в гостевом где они кушают отдыхают и где они заседают в двух залах по сути ну и по сути в одном зале все сквозь к одному залу да ну там есть диалоги конечно меняется не комнаты но в основном все сводится к этому залу где вот они заседали и все эти вопросы поднимали и пытались их решить фильм просто супер вот нет он по сути варианте так что вот так вот очень настоятельно такое кино тоже конечно же всем посмотреть я говорю фильмов очень много тот же самый эйхман который якобы был ответственен за решение еврейского вопроса который естественно здесь был в этой на этой конференции тип самый главный кто знает когда в сорок пятом он покинул германию сбежал в аргентину там женой с детьми я уж точно не помню в германии помню был один или два ребенка там еще двое родились у него помню четверо мальчиков было вот он там стал работать просто на заводе простым рабочим сделать все какие-то операции и жил себе преспокойно кто знает его историю его выкрала массата и разведка израиля это было конечно сделано не не согласие аргентины все это было именно против так скажем международных всех этих нарушений международных всех этих норм правил выкрали и в израиль его судили процесс был очень тяжелым очень сложным часть народа израиля хотела просто линчевать на него естественно вешали смерть всех шести миллионов евреев так скажем да он говорил что типа это все вообще не я это не обо мне это как я хочу чтобы такой тоже посмотрели я сюда еще почему-то ни одного на фильме получается про эхмана то и не добавил хотя я прям буквально вот в прошлом месяце я где-то фильмы 3-4 пересмотрел сейчас тоже по наснимали некоторые просто такие себе кит слабенькие я когда смотрел очень тоже есть вот типа вот этой аудио драмы про нюрнберг есть хорошие точно я помню я смотрел ее давно правда это вот несчастный прошлый месяц есть такая же документалка чистая как вот его там снимают все как процесс шел я когда-то я давно смотрел а вот в прошлом месяце где-то я прям три на про эхмана пересмотрел разных разных киностудии разных народов то есть все по-разному этот вопрос смотрят ну интересно мне тоже столько чего открылась чего раньше как бы я про эхмана знал читал вот так вот тоже потихонечку там чуть-чуть дошлифовывать там тебя дошлифовывать вот тоже скажем интересно все это как проблематично было его судей но концовки его осудили приговорили к смертной казни повешен домом был еще помню а или как по другому не помню важным вот и что тоже дух в это у нее нет это уж сами сихах их ман а гуглите и вам что-то сейчас выйдет приличное выберите сами там пару тройку разных сторон разные фильмы просто разные стороны кто-то больше там показывает как именно это выкрадывание было из аргентины какие-то больше опирают на то как суд вообще как обвинение работала искал доказательства а есть который больше на сам судебный процесс набегают показать сам посмотрев там двойку пару тройку фильмов вас сложно достаточно правильно но вот такие вот фильмы про вторую мировую я говорю они достойны про вторую мировую нацизм они достойны в принципе отдельной рубрики и достаточно большего количества но пока вот так я как-то когда раньше смотрел не ставил себе цель вообще не так давно создал страничку потихоньку добавлять какие-то какие-то я уж не помню за жизнь это много чего мы все смотрели многие фильмы достойные возможно и не входят в мой список я какие-то забыл какие-то найти не могу вот так вот такие мои рекомендации надеюсь они вам будут полезны приятны назидательны ну как видите эта серия такая себе это прям не развлекательное совсем кино все они с глубоким смыслом все они о войне о расизме о ненависти к человеку по внешним признакам вот все такое да против чего должен выступать нормальный и здравый человек сам конечно не жить в такой парадигме и если на других к этому не призывать так что вот такие вот то дела ну и в каник под конец как всегда призываю в комментариях написать если вы какие-то знаете классные фильмы я сегодня говорил что-то связано вот так Соколов второй мировой что-то такое из разных там то есть на рекомендации напишите мне я буду с радостью читаю ваши комментарии посмотрю хотя бы начну смотреть фильм если что-то не нравится я тоже выключаю ну начну однозначно если будет классный буду добавлять в свой список как-нибудь поделюсь с новыми фильмами добавлял все по-братски крепко обнимаю нежно цепую желаю все самого доброго приятного назидательного ну здесь я говорю приятного мало хотя там есть моменты любви жертвенности людей таких поступков они именно нам приятны смотрим на эти героические личности героические поступки творят любовь проявляет эту любовь нас трогает за самое сердце можно сказать что это просмотр этих фильмов будет вам где вы будете видеть высоту проявления жертвенной а пока до встречи ролики лепите лайки кому нравится видео и делитесь обязательно их ресурсах друзьями и и и и и и и и